Ребят, всем доброго дня! Мы продолжаем серию роликов, посвященных профильной системе ФЕРГИПС. Один из этих профилей вы сейчас видите в кадре. Эта система создана специально для того, чтобы решать сложные технические задачи при монтаже потолков из гипсокартона. Сегодня мы с вами сделаем световой арочный туннель со встроенной светодиодной подсветкой LUMFER. Она будет находиться с двух сторон, но чтобы понять примерно, как это будет, я должен вам показать профиль ST-50, такое его название, в разрезе. Давайте кратко пробежимся по функционалу и предназначению данного профиля. Для меня, как монтажника гипсокартона, главное это вот этот паз. Сюда приходит лист гипсокартона, вот эта вот часть вписана в плоскость каркаса потолка. Здесь располагается технологический зазор, куда забивается шпаклевка. То есть все технологии монтажа гипсокартона при интеграции этого профиля в потолочную систему будут выполнены. Дальше идут уже, скажем так, другие функции. Здесь вы видите вот этот вот туннель арочный. Только в разрезе его можем оценить воочию. Сама светодиодная лента будет идти по краям. То есть с левого края и с правого края. Есть, получается, вот такие вот пазы, куда вставляются сухари. Это для соединения профиля. Также есть небольшие отверстия, я уверен, их видно на видео. То есть в эти части вкручиваются саморезики и ставятся заглушки. Они выполнены из композита, соответственно, идут в комплект к этому профилю. То есть можно профиль, как вы понимаете, нарастить. Можно, как мы сегодня сделаем, укоротить и сделать такой вот аккуратный туннель. Начнем по порядку. Итак, профиль мы подрезали на торцевой пиле с диском, который подходит для алюминия. Этот профиль выполняется именно из алюминия, напоминаю. Вот композитная заглушка. Для каждого типа профиля она изготавливается индивидуально. Причем есть отличительная черта. С одной стороны черное исполнение, с другой стороны белое. Вот так вот. Нам, естественно, нужно именно белое, как вы понимаете, исполнение. Прикручивается она вот такими небольшими саморезиками в те отверстия, о которых я говорил. Изменяем биту. Обычно у нас, конечно, PH2 стоит. Сегодня мы немножко изменим себе. Снимаю пленку с белой стороны. И прикручиваем. Тут главное не промахиваться, отверстия небольшие. Можно парочку нажавить уже, потом всем прокрутить. То есть вот так заглушка выглядит изнутри. Развернули светодиодную ленту люмпфер. То есть вот так она выглядит. Смотрите, что у нас. С двух сторон есть припаянные проводки. Это удобно. Есть самоклеящаяся основа, которая сейчас защищена специальной бумагой. Ее мы снимем впоследствии при приклеивании. Также обращу внимание, что рез ленты надо производить в специальных местах между контактными площадками. То есть вот такие вот небольшие участки. Именно на них надо ориентироваться при подгонке длины ленты. То есть, в принципе, можно сделать рез, допустим. Сейчас я по длине немножко подберу. Два варианта, я к чему это говорю. То есть вот так вот. От начала туннеля часть ленты будет выходить за пределы, получается, туннеля. Их можно заизолировать. В принципе, гипсокартонный потолок можно вывести так. Но у нас с сарочным туннелем не очень удобно. То есть здесь нет специального прям паза, как в других там, например, типах профилей. Поэтому я все-таки рекомендую в этом случае сделать вот как. То есть подобрать ленту по ширине так, чтобы у нас по краям был небольший зазор, там по 2 сантиметра. И выходили за пределы арочного туннеля только проводки. Ну тут смотрите, ребята, как вам удобно. На самом деле можно подогнать по длине, даже без проводков. Потом припаивать проводки. И все это мы уже показали. Я буду делать вот конкретно так, чтобы с двух сторон были небольшие зазорчики по пару сантиметров. То есть в таком туннеле это не актуально. Аккуратно разрезаем. Лента по длине готова. Еще раз смотрим. Получается по ширине. Делаю для себя специальный отмер. Внутри профиля. Теперь уже время снять защитную бумагу. Тут спешка не нужна. Получается, заводим ленту внутрь арочного туннеля. Аккуратненько. Подводим к нужной отметке. И спокойно внутренней части, так чтобы у нас попало в нужное именно место, ленту на самый край приклеиваем. То есть вот так вот лента светодиодная выглядит внутри нашего светового туннеля. Делаем так же со второй стороны. И уже в заглушке я аккуратно вот сюда вот в бок наши провода ввожу. Почему я сказал, что нельзя, например, ленту выпустить? Видите, небольшой там слишком промежуток технический. Если сверлиться, например, как в обычном профиле, то отверстие, не дай бог, будет видно снизу. Поэтому я все-таки решил вывести наши провода через заглушки вот так вот аккуратно по бокам. Все, провода выпустили, получается. Крепим заглушку. Перед тем, как окончательно крепить на потолок, я рекомендую собрать все на земле, подключить блок питания и проверить, что светодиодная лента работает. И так, как ожидал, все очень хорошо работает. Поэтому светодиодную ленту выключаем, чтобы она не била в глаза. И я рассказываю пару еще нюансов важных, связанных с подключением. Как вы видите, у меня получается светодиодная лента подключена параллельно, непоследовательно лесенкой. Так, получается, они работают корректно. Всегда подключайте именно так. То есть от одного блока питания идут разные, получается, провода каждой силе. Соответственно, плюс важно выбрать правильный блок питания. Он должен быть по мощности где-то процентов на 20-30 больше суммарной мощности обеих или сколько у вас будет светодиодных лент. То есть, если суммарная мощность превышает мощность блока, то надо либо блок выпрать помощнее, либо каждую светодиодную ленту, будь то первая, вторая, третья, подключать к отдельному маломощному блоку. Больно ты умный. Лучше бы цитировал Шекспира. В принципе, все. А дальше от блока у нас идет подключение к сети. Теперь же мы, получается, световой туннель перенесли на потолок. Смотрите, как я говорил, вот эта вот грань, куда у нас приходят листы, она выставлена. Площадка в роли с уровнем каркаса нашего потолка из гипсокартона. Высота каркаса пусть вас не пугает, у нас просто еще будет декоративный перегород. Конечно, можно сделать ее повыше, если у вас один световой туннель. Но опять же, с учетом высоты самого светового туннеля и технический зазор под кривизну, в общем-то, основание старого потолка. Подвесили мы на монтажные уголки. Можно сделать это на прямые подвесы. Все зависит тоже опять от ситуации. Теперь важный момент. У нас идет провод, к которому подключен блок питания. Провод получает сечение полтора, он два на полтора. В принципе, в квартирах обычно идет три на полтора. Меньше полторашки я все-таки вам не рекомендую использовать. Расключение идет на клеммники ВАГа. Клеммники ВАГа могут послужить всю жизнь, я постоянно напоминаю. Вообще, для них положена ревизия, поэтому если делать там надолго, на века, не как мы здесь, традиционный бокс, то лучше, конечно, все это либо опрессовать, либо распаять. Также мы блок питания закрепили сверху от нашего светового туннеля. Но вот блок питания, то есть если ВАГа еще под вопрос, то блок питания обслуживаться должен в любом случае. И если это потолок для гипсокартона, то есть ревизия, по идее, в потолке быть сделана не может. Поэтому блоки обычно выносятся в места, где они могут впоследствии быть поменены. То есть это щитки, какие-то платяные шкафы, где-то там они прячутся, и уже от них идут провода. У нас просто немножко другая ситуация, наша задача показать вам, в принципе, сам монтаж. И вот после того, как мы уже вписали, получать световой туннель, мы просто еще будем другие делать варианты дизайнерских решений. Когда мы все подготовим, мы наберем каркас и еще раз вернемся перед зашивкой, то есть покажем, как это выглядит применительно каркасу. Отдельный вопрос соединения таких профилей, я решил ему немножко посвятить времени. То есть вообще с профилями идут вот такие удобные сухари с шестигранниками, они вставляются в специальный паз. То есть посередине спокойно с шестигранником получается сухарь распираем, пока он не встанет жестко. Соответственно, с двух сторон вставляем вторую часть и получается удлинение готово. Естественно, есть и угловые варианты, то есть вот так вот. А что делать, если сухарей нету, там забыли или не нашли? Можно как бы сделать при помощи обычных вот гвозей двоечек. Обрезаем шляпки и вставляем в те самые пазики, куда мы до этого закручивали, получается, в наши заглушки из композита. То есть гвозик должен до середины туда плотно войти, после чего в четырех местах мы одеваем второй профиль. И, соответственно, таким образом получаем тоже соединение. Плюс можно там поставить какие-то накладные уголки, то есть не сухари, а именно накладные с боков, сверху. Там, где позволяет конструктив получать нашего потолка из гипсокартона. В общем, все просто. Пришлось туннель световой наш отключить, потому что очень яркий свет без рассеивателя, но в этом его и фишка на самом деле. Наша сейчас задача понять, как он вписывается, его система ферргипсов в каркас потолка из гипсокартона. Смотрите, у меня стоит профиль 60 на 27, это стандартное межсистевое расстояние, хотя обычно мы монтируем через 40 сантиметров, то есть усиленный каркас, но и образец выставочный, плюс, как бы, все световые туннели, скрытые ниши немножко мешают, так что, в принципе, я считаю, здесь можно и через 60. Напоминаю, что по длинной стороне у светового туннеля довольно широкий борт, то есть 20 миллиметров на скидку, куда можно легко закручиваться саморезами, то есть, в принципе, здесь дополнительные профиля не нужны. А вот по краям я на крабы поставил две дополнительные перимочки. И сейчас наш световой туннель идеально вписан, в общем-то, в каркас потолка из гипсокартона. Осталось только подшить, провести малярные работы и посмотреть, что у нас получилось. Также очень важной отличительной чертой любого из профилей системы ферргипс является то, что он из алюминия. Я это еще раз напоминаю. Это легкий металл, а также очень мягкий, поэтому легко, без каркаса, можно закручивать в такие бортики саморезы. Главное отступить, естественно, где-то 10 миллиметров и шляпку самореза утапливать где-то на 1 миллиметр вглубь листа, не прорывая бумагу. Естественно, специально для вас мы сделали и малярные работы по потолку из гипсокартона. И теперь еще более показательно наш световой арочный туннель выглядит прикольно, что я могу сказать. Также замечу, что помимо того, что это хорошее решение декоративное, то есть в интерьере такой вот туннель, он еще очень хорошо, как вы видите, освещает пространство вокруг нас. Причем, я так понимаю, и камеру, да, где мне немножко засвечивает? Да. Нет. Я думаю, только применители к нашей камере, и это будет каким-то негативным фактом. По сути, получилось, как обычно, с профильной системой Фиргипс, просто по монтажу, быстро и одновременно стильно по дизайну. Все замечательно, и ролик можно с чувством выполненного долга завершать. С вами были парни из камня. Делайте своими руками, делайте хорошо. Всем до новых встреч, пока. Ребят, всем доброго дня, мы продолжаем серию... Давайте кратко пробежимся по конфигурации предназначений... Давайте кратко пробежимся по конфигурации предназначений... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова